Сургутская птицефабрика собирается увеличить мощность. Сегодня продукция под брендом «Белоярочка» обеспечивает яйцом и мясом каждого десятого жителя Югры. Конкурировать на рынке с агрохолдингами из других регионов помогает поддержка окружных и местных властей. За что любят местную продукцию жители и что мешает предприятию удовлетворить потребности всех покупателей, расскажет Наталья Соловьева. Наталья Соловьева Я беру всегда только натуральное, потому что в магазине, я считаю, продают ненатуральное молоко. И оно по вкусу намного вкуснее, хоть и дороже. Это наши производители, местные? Да, местные производители, поэтому я предпочитаю, беру здесь все, масло, молоко, яйца. У нас продукция не пропадает. У нас бывает не хватает. Вот люди приходят? Нет. Приходят? Нет. Ну, сами понимаете, лучше, чем выкидывать. Мы не выбрасываем. У нас просто другой раз нету в наличии. Таких передвижных торговых точек только у одной Белоярочки около 20. Местная продукция пользуется спросом. Во-первых, все-таки свое, родное. Во-вторых, адекватная цена. А в-третьих, всегда все свежее. Ведь производство находится в 10 километрах от Сургута. Курица или яйцо для сургутской птицефабрики – это не философский вопрос, а часть полного цикла производства. Здесь даже комбикорм свой. В этом, собственно, и состоит миссия югорских сельхозпроизводителей. На севере, среди болот, создать такой бизнес, чтобы он мог прокормить, даже если сообщения с большой землей не будет. Стратегии это выигрышные в условиях, когда западные фирмы освобождают ниши. Доля импортных товаров, она очень резко пойдет на нет. И, соответственно, эти товары должны быть замещены местными товарами. И вот в этой части местные наши свойства товаропроизводители, исходя из того, что они ежегодно наращивали производство мяса, молока, соответственно, яиц, вот за счет этого наш район и округ в целом однозначно продержатся. Агропромышленный комплекс Югры много лет субсидируется из окружного и муниципальных бюджетов. В прошлом году на поддержку отрасли Сургутский район направил более 300 миллионов рублей. Четверть всей сельхозпродукции региона производится именно здесь. Белоярочка – одно из предприятий флагманов. Это было старое предприятие, мы его восстановили полностью. Все, что можно было выжать, мы отсюда выжили. Мы сегодня производим порядка 500 тонн. Место продукции в месяц, где-то 500, чуть больше. Дальше нам развиваться некуда. Потенциал есть, покупательская способность есть. Некоторым мы даже отказываем, потому что не хватает продукции. Чтобы развиваться, Белоярочке нужны дополнительные корпусы. Участок под их строительство предприятию сейчас помогают найти местные власти. Фонд развития Югры и Департамент промышленности предполагается, что птицефабрика сможет увеличить производительность в три раза. Наталья Соловьева, Игорь Батищев, Гамзат Магомедов, телерадиокомпания Югра, Сургут.